Так, сейчас. Подожди в него, спроси, что у них, потому что у них табушки нет. Тверская улица. Вот это идет Тверская улица. Тверская улица. Итак, сегодня мы прошли до офиса Укрзалязницы, потому что самая ця державная структура ныне обслуговує катеваннюю режимы. Потому что тут украинцы, которые просто журналистам давали публичную информацию Про перемещение тетушек из Схидных областей сюда, из Киев Как они возили этого бандота найманцев за бомжи То эту человеку они извольнили Характерно, что сейчас еще працовникам в Казалезнице урезали зарплата У них бумаги грошей, чтобы сюда найманцев режиму А вот грошей для того, чтобы платить зарплату, у них нет И они боятся найтовховых их собственных работ Виконующих властную громадянскую миссию Просто давали публичную информацию Сейчас они ховаются Характер закрывает свои бронетвери Давайте сейчас расскажем их киевнику Баба болит, ловит ставку 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 Вот что вы понимаете, эти персонажи говорят, что по них не пойдуть Они думают, что могут незаконно извольняться, могут ображать украинцев Баба болит, ловит ставку Баба болит, ловит ставку Баба болит, ловит ставку Баба болит, ловит ставку Ганьба, ганьба! Не знаю. Поговори, поговори, слышишь, что ты говоришь? Поговори, диму. Что, вы извольнили РОБІТК, Радио Свобода, работали сюжет. Я вам сейчас могу назвать название, у меня записано. Он давал ни одного интервью с этого привода, потому что он просто надавал публичную информацию. Сейчас я вам скажу, как он называется. Евгений Шаблевский, Евгений Шаблевский, вы его извольнили. Ваша пресс-служба брешься за сгоду историй, потому что он уже не мог предплатить вашему коллективу. Но это будет не ломать. Потому что это человек, который не боялся выполнить свой гражданский обязатель в наш час. Почему вы не выплачиваете зараз работникам зарплату? У вас зараз уменьшено, жалюются работники Укрзалезбитців. Мы сейчас пришли в маску, потому что Балабулин, вы думаете, что он маленький, вы думаете, что вы караете маленького украинца, а маленького украинца прошли таки самыми, два десятка, три, четыре маленьких украинцев, и мы вам скажем, что ваш керівник будет отвечать. Так ему и передайте. Можливо, вы не причетите до этих репрессий, вы керівнику своим передайте. Но давайте вот таким методом мы не будем заниматься. А каким методом вы человеку занимаетесь? Нормальным методом. Нет, это не нормальный метод. Я, по-перше, не знаю, как вы меняли. Это метод ненормальный. Керівнисту будет доложено. Не давайте у вас самих репрессий украинских витания, по нему все прийдемо. Ходим, товарищи. Что-то не так, как и поступило. Все классно. Если мы что-то так говорили, то будем справлять. А если вы не заберете на засадку? Но вы про эту ситуацию не знаете, так, Радіо Свободя? Я не знаю. Я не знаю. Узнаемо, доложимо, все будет нормально. Наши гонки будут. Все, до побачення. Стрички будут обсервать бюрократы. Думаю, что там возможно. Одного украинца в домичке никто не пометит. Так никого не будет. Один за счет. И все заодно. Один за счет. И все заодно. Один за счет. И все заодно. Я, что даже не смогу сказать, Евгеном Штаблевовским, я кого-то звинливый. Но я думаю, что после этого он понимает, что он не даром отрабатывал этот протест. Потому что он понимает, что это протест с новой Украины, которая не сражает своих верных сынов, и которая протестует против взорвания этих чинов. Ходим дальше. Продолжение следует. Продолжение следует.